Девушки отдыхают Угольный ажиотаж Больше врачей, хороших и разных Казахстан увеличил количество грантов в резидентуре Уменьшится отток молодых кадров зарубежной страны для получения образования Решит ли это проблему дефицита кадров? Семь досудебных расследований по террористическим преступлениям начато в Казахстане с начала года Об этом Касум Жумар Татукаеву рассказал председатель Комитета национальной безопасности Ермик Сагимбаев также сообщил, что пресечена деятельность пяти общественно опасных ОПГ И ликвидировано два канала незаконного оборота оружия Что касается борьбы с наркобизнесом Обнаружено и закрыты семь лабораторий Перекрыты восемь международных и региональных каналов наркотрафика По итогам встречи в Аккорде президент дал ряд поручений По направлениям деятельности органов нацбезопасности Спецоперацию развернули специалисты МВД и КНВ Чтобы уничтожить плантацию индийской конопли Огромные наркоугодия в Алматинской области обнаружили с дронов С гектара собрали 10 тонн наркосодержащих растений Чтобы их уничтожить ушло несколько суток Хозяином плантации оказался житель Алматы Он задержан, ему грозит до 8 лет тюрьмы Для незаконного культивирования преступниками Выбирается индийский сорт конопли Из-за ее высокого наркогенного потенциала И большого размера куста Стебель такого растения может достигать 4 метров И весить более килограмма В отношении преступника возбуждено уголовное дело По части 2 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан Расследование по данному факту продолжается Число детей погибших при ДТП увеличилось на 38% с начала года Об этом сообщили в МВД Жертвами аварии за это время стали 156 несовершеннолетних казахстанцев Больше половины из них маленькие пассажиры авто Остальные пешеходы Как правило, эти смерти на совести безответственных родителей Говорят специалисты В большинстве случаев ДТП происходят из-за взрослых Они перевозят детей без специальных кресел Либо в непристегнутом виде Что касается пешеходов, дети часто переходят дорогу в неположенных местах Идут на красный свет светофора или выбегают на дорогу 13 человек погибли в Таджикистане из-за сильных дождей 11 из них в городе Вахдад, принявшем на себя основной удар Также пострадал район Рудаки Кроме того, из-за ливни подтопило дороги Пришлось закрыть трассу Душамбэ-Чанак Сейчас на месте работает техника для расчистки дороги Глава государства распорядился принять срочные меры для ликвидации последствий ЧП Семьям пострадавших от стихийного бедствия обещают помощь Семь человек погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Индии Еще несколько человек получили травмы Взрыв был настолько мощным, что повредил несколько зданий Трагедия произошла в штате Западная Бенгалия По словам местных жителей, незаконная фабрика пиротехники располагалась в жилом доме На месте происшествия до сих пор работают спасатели Но надежды найти кого-то живым тают с каждым часом Погибли семь девочек Местные женщины делали небольшие бомбочки у себя дома И приносили их в эту мастерскую для окончательной работы Затем эти самодельные фейерверки продают на улице На 15% подорожал уголь перед новым отопительным сезоном В Комитете индустриального развития озвучили новые цены на твердое топливо По словам Труара Жулмагомбетова, стоимость будет варьироваться от 6 до 9 тысяч тенге за тонну Это на карьерах Плюс перевозка и хранение Но все равно конечному потребителю выйдет дешевле, чем у соседей считают в ведомстве Уголь коммунальный бытовой, к примеру, стоит в России 35 тысяч в Узбекистане Также доходит до 50 тысяч, бывало до 60 тысяч тенге То есть, да, действительно у нас рост цен есть внутри Но, тем не менее, по сравнению мы являемся одним из самых доступных по социальному углю А чтобы избежать традиционного сентябрьского ажиотажа Вокруг нехватки угля в мир ввели запрет на вывоз этого топлива из страны Говорят, в минувшем году ряд недобросовестных компаний умудрялись продавать социальный уголь за рубеж У нас были зафиксированы отток социального угля То есть, уголь предназначен для школ, больниц, садов Были факты, когда больших объемов уходили в Узбекистан, в Кыргызстан, оттуда дальше Европейский Союз Нам пришлось принять меры Это первое, принять приказ по ограничению вывоза автотранспорта Сотни зеленых насаждений в октобе в этом году остались без полива Из-за этого деревья и кусарники в скверах и парках начали увядать раньше времени А молодые саженцы и вовсе едва не погибли В Акимате города прокомментировали ситуацию Оказалось, эти работы просто никому было выполнять Чиновники дважды объявляли тендер, но оба раза он не состоялся Из-за жалобы местного общества инвалидов Последние также принимали участие в конкурсе К слову, на работы было выделено 50 миллионов тенге Конкурс не состоялся из-за того, что общество инвалидов подало жалобу Во второй раз тендер объявили в апреле Но он не состоялся по той же причине Из-за этого прокуратура города внесла нам представление И конкурсные процедуры были приостановлены В отделе ЖКХ уверяют, что деревья все же поливали Но всего пару раз за лето и лишь на центральных улицах Вопрос обещают решить только к следующему лету Ситуация всерьез беспокоит местных экоактивистов Волонтеры считают, что часть деревьев может просто не дожить до этого времени Мы планируем вот к концу месяца выехать Вот сейчас уже будет понятно, какое дерево живое, какое мертвое Посмотреть те посадки, которые проходили в прошлом году Естественно, они должны были в этом году поливаться Славу яблочного края решил вернуть приуралью местный садовод-бизнесмен Его сад уже стал достопримечательностью Но по факту это еще и площадка для научных испытаний Выведения сортов плодовых деревьев, адаптированных для нашей страны Репортаж Татьяны Рудометовой Еще 8 лет назад на этих 5 гектарах были заброшены дебри А сегодня это прекрасный парк, где разные сорта яблок Проходят адаптацию в климате западного Казахстана Глава сада питомника Кайрат Каримов гордится тем, что здесь собрана вся коллекция Сергея Исаева Известного селекционера, ученика Мичурина У нас собран цинический генофонд Это прежде всего более 200 сортов яблони И сорта собирались непосредственно от оригинаторов, научных исследований институтов И ведется научная работа по сортов изучению, изучению сортов подвойных комбинаций И по мнению авторитетных ученых-плодоводов И в настоящее время он не имеет аналогов на постсоветском пространстве для рискания динитарно-климатических условий В коллекции Каримовых 200 сортов яблонь, 180 сортов и гибридных форм винограда А также сотни других деревьев, цветов и кустарников Особая гордость яблоки памяти Саева Без преувеличения молодильные На 100 граммов плода 200 миллиграммов витамина С Кайрат Каримов уверен, нет полезней фруктов родного региона И намерен доказать, что у приуралья огромный потенциал в плодоводстве Глядя на эти ровные ряды, остается только догадываться Сколько сил вложено на высадку этих деревьев ручную И вот результат Яблоки вкусные, сочные, ароматные Тем временем уральцы отмечают Цены на яблоки в этом году кусаются 600-700 тенге за килограмм И местных очень мало, а ведь когда-то регион славился этими фруктами на всю страну В этом году яблоки дороговаты Так как, наверное, не урожай Но стараюсь брать у бабушек И стараюсь не торговаться Не урожай, не яблочный год в этом году Поэтому много привозных, они поэтому дорогие Пожелание всем заиметь дачу, сажать, растить, ухаживать и продавать Пожелание хорошее, но дело непростое Говорит бизнесмен-энтузиаст Пока он занимается наукой и вкладывает собственные средства Но в будущем планирует поставлять яблоки на рынке города А еще Кайрат мечтает разбить ботанический сад Как раз сейчас он работает над этим проектом Татьяна Рудометова, Алтынбек Кабделов Астана Таймс из Уральска В Казахстане увеличили количество грантов в резидентуре на 70% Это поручение озвучено президентом страны Касымжимартом Токаевым Послание народу в 2022 году А уже в этом получить заветную медицинскую узкопрофильную специальность За счет бюджета смогли 2500 интернов В прошлом году их было полторы К примеру, медицинскому университету Астана Выделено 365 грантов В 2022 их было 190 Это очень важное, так скажем, событие для медицинской общественности Поскольку решает проблему кадрового дефицита в системе здравоохранения Помимо этого, еще большее количество выпускников Смогут получить образование в резидентуре в отечественных вузах То есть мы пополним ряды практикующих специалистов И, конечно, уменьшится отток молодых кадров Зарубежные страны для получения образования Медиков будут готовить по 47 направлениям послевузовского образования Больше всего выделено грантов на акушерство и гинекологию Анестезиологию и реаниматологию А также на неонатологию Азима Аяпова, будущий акушер-гинеколог Говорит, что об этой профессии мечтала не только на сама, но и ее мама А поручение главы государства по увеличению грантов в резидентуру Путевка в светлое и здоровое будущее нации Все идет с детства Моя мама когда-то мечтала стать доктором Два года она готовилась к поступлению в медицинский Было очень много книг Но, к сожалению, у нее не получилось В связи с этим эти книги остались у нас на память дома И я выросла на них То увеличение грантов положительно повлияет в будущем Это новые кадры, это новые рабочие места Новое общежитие для студентов открыли в Алматы В нем смогут разместиться 300 человек В церемонии открытия принял участие министр науки и высшего образования САЭС Атнорбек отметил важность данного объекта Так как вопрос дефицита мест в Южной столице стоит весьма остро Репортаж наших корреспондентов Обустроенные спальные комнаты, читальный зал, столовая, прачечная на каждом этаже кухня В такое комфортное и уютное общежитие превратился бывший учебный корпус одного из алматинских университетов В начале 2023 года было решено провести реконструкцию объекта И разработать интерьеры в соответствии с дизайном зарубежных университетов-лидеров Здесь будут проживать 300 студентов Это поможет частично решить вопрос дефицита общежитий в городе Отметил министр науки и высшего образования САЭС Атнорбек Мы проанализировали и поняли, что большую перспективу имеет практика реконструкции уже действующих объектов Вот сегодня мы с вами открыли бывшее здание учебного корпуса частного университета Хайнар Которые поняли, что развивать какой учебный корпус уже его сложно Это так называемая повышенная комфортность Мы удерживаем ценовой диапазон в пределах разумного Новое общежитие расположено в центре города рядом со многими алматинскими вузами Что немаловажно, отметил министр Так как проживать в общежитии смогут студенты разных учебных заведений и учащиеся на разных курсах Здание полностью отвечает всем необходимым требованиям В ходе своего визита в Алматы САЭС Атнорбек встретился и со студентами, выслушал их проблемы Некоторые из них удалось решить на месте Я поступила на грант в Алматинский технологический университет как ребенок из многодетной семьи, но позже мне сказали, что произошла ошибка и должна была проходить по другой квоте Я едва не лишилась гранта, сегодня донесла эту проблему министру и он на месте решил вопрос Я остаюсь на гранте, большая благодарность Побеседовал министры с педагогами, работниками алматинских вузов, выслушал их мнение относительно развития казахстанской сферы образования Вопросы взял на свой контроль Анара Нуртазина, Канадский Гизбаев, Астана Таймс, Алматы К реализации предвыборной программы партии Аманат необходимо приложить максимум усилий Об этом говорили на 39-й конференции Магастаусского областного филиала партии В регионах страны продолжаются отчетно-выборные конференции филиалов Патрицы подвели итоги работы за последние два года, утвердили планы, а также избрали новый состав полицовета Он, к слову, обновился на 51% В него вошли 104 человека К слову, недавно при поддержке партии в области открылось производство слуховых аппаратов В рамках акции Балана Миктипке-Дайндаек в этом году свыше 1300 детей из многодетных и малообеспеченных семей получили школьную форму и ранцы с канцтоварами По линии комиссии Жер Аманате в прошлом году в государственную собственность возвращено 365 тысяч гектаров неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельскохозяйственных земель В этом году возвращено 156 тысяч гектаров А для повышения доходов жителей и сел продолжается реализация проекта Аул Аманате На получение льготных займов по 2,5% поступило 238 заявок Кроме того, продолжается проект по повышению финансовой грамотности населения Харсыскохам В регион также прибыл исполнительный секретарь партии Аманат Даулет Каребек Он встретился с аксакалами и ветеранами партии Обсудили роль Магисталской области в культурной и духовной жизни Казахстана А также актуальные проблемы, с которыми сталкиваются пенсионеры Нужно создать совет ветеранов партии Здесь сидят много наших граждан, активно участвующих в различных политических и общественных мероприятиях Я думаю, что мы все еще можем вложить свои силы и знания в реализацию этой партии Как в проведении выборов, так и в реализации государственной политики Первичным партийным организациям партии Аманат вернут функцию контроля Таким образом, активисты смогут сами проверять и влиять на реализацию предвыборных обещаний и многих проектов Об этом в Караганде рассказал секретарь партии Аманат Руслан Алишев Он принял участие в 41-й отчетно-выборной конференции Карагандинского областного филиала партии Анализ о проделанной работе и утверждение планов на будущее 41-я отчетно-выборная конференция Карагандинского областного филиала партии собрала более 200 делегатов Это депутаты маслехатов всех уровней, члены общественных советов, представители первичных партийных организаций и активисты В ходе отчетно-выборной кампании партии Аманат в регионе на 65% обновлен состав политсоветов районов и городов В него вошли профессионалы высокого уровня Отметил секретарь политобъединения Руслан Алишев Наша партия сильна, как я уже говорил, прежде всего людьми У нас очень сильна институциональная память Очень много в этом зале людей, которые знают, понимают, как строить работу К ним очень большое доверие от населения И, соответственно, в этом плане только Аманат мог выстроить правильную, грамотную работу И объяснить людям то, что предлагает им президент За полтора года, когда партия Аманат обрела новое название, проделана большая корректировка, отметили собравшиеся В ее основу легла предвыборная программа партии Через дорожные карты сейчас идет работа по улучшению качества интернета в районах и поселках Строительство важных социальных объектов, а также пересматривается пенсионный возраст для работников тяжелого труда Вопросы и проблемы, с которыми приходят люди в общественные приемные и в первичные партийные организации Легли в основу работы В том числе по проектам помощи ветеранам, людям с инвалидностью и многодетным семьям Хороший пример есть в Тимиртау Реконструкция дома молодежи Сюда смогут приходить молодые люди до 35 лет, многодетные семьи и родители, которые воспитывают детей с инвалидностью Это большой кавортинг-центр Там не будет офисных помещений Это будет полностью адаптирован для всех категорий граждан и молодежи Для молодых семей, которые связывают с инклюзией Цифры Более 2000 человек это дети ДЦП и дети аутисты Молодые родители до 29 лет Дома сами находятся напрямую с этой проблемой И поэтому мы сегодня хотим вот такой шаг и плюс адаптация молодежи Более того, сейчас в Тимиртау разрабатывается проект благоустройства набережной Строительство спортивного городка и общежития для молодых специалистов Марина Иневатова, Жнайдар Архимжанов, Астана Таймс, Искар Гондинской области Проблемы предпринимательства обсудили в партии Аманат Партийцы совместно с представителями малого и среднего бизнеса затронули тему модернизации рынков Неравенство господдержки частных и государственных школ, больниц Говорили и о сокращении госпрограмм для покупателя недвижимости По словам застройщиков, это ведет к стагнации в отрасли Как отметил секретарь партии Эльдар Жамагазиев, подобные совещания помогают оперативно решить до трети проблем Цель нашего совещания состыковать предприниматели с отраслевыми министерствами, послушать их позицию Если это системная проблема, то мы их будем выносить на задание с участием председателя партии, которое состоится в сентябре Второй поток проекта по продвижению женского политического лидерства Томи Рис завершился в Астане 42 финалистки научились эффективным коммуникациям, основам пиар и управлению проектами Занятия ввели специалисты Академии политического менеджмента Аманат По словам секретаря партии Шолпан Кариновой, всего было подано свыше 300 заявок Среди участниц есть и учителя, и воспитатели, и госслужащие, и предприниматели Это доказательство того, что роль женщины в общественно-политической жизни страны растет Мы уверены, что все, что делает партия Аманат в целях улучшения благосостояния населения Вы будете поддерживать своими проектами, каждая в своем направлении В ходе пятидневного обучения участницы прошли курсы у ведущих тренеров страны по лидерству Политическим процессам, стратегии управления конфликтами, партийно-политической системе Казахстана К примеру, Наргиза Керембаева намерена еще активнее и продуктивнее участвовать в политической жизни страны Всех нас объединяет одно – это желание обучаться, самомотивироваться И, конечно же, в дальнейшем мы все видим себя в участии, хотим принимать участие в политической жизни Казахстана Хоть и женщин здесь очень много с большим бэкграундом, но за пять дней мы получили очень много новых знаний, лайфхаков Члены областного филиала молодежного крыложа «Стар-Рухэ» при партии Аманат Помогают стражам порядков ликвидировать адреса наркосайтов с фасадов жилых многоэтажек и гаражных кооперативов Волонтеры, депутаты и полицейские, вооружившись баллончиками с краской, провели рейд в районе местного вокзала Борцы с наркопреступностью обнаружили свыше десятка сомнительных граффити По итогам нашего рейда мы обнаружили около 30 таких рекламных сайтов Будем уже уничтожать эти рекламные, так скажем, сайты, чтобы предотвратить распространение и дальнейшую реализацию этих наркотических веществ среди молодежи Потому что у нас самое уязвимое население, это у нас молодежь от 16 до 28 лет Помогают активистам партии депутаты городского маслехата В подобных акциях они принимают участие не впервые С начала года удалось обнаружить и закрасить 67 таких граффити с указанием наркосайтов Все благодаря тесному взаимодействию партийцев и народных избранников Надеемся, что в дальнейшем вся молодежь в принципе будет осознанно к этому относиться Кто-то из них, конечно, на сегодняшний день через социальные сети ищет легкий заработок Но, тем не менее, они должны понимать меры, которые будут в дальнейшем приниматься и по отношению к ним То есть это настолько серьезно Жители Жизказгана оформляют нужные им документы за считанные минуты В городе открылся и работает цифровой офис центра по обслуживанию населения Здесь можно получить более 1300 государственных услуг Что любопытно, при обслуживании людей специалисты используют японскую философию Репортаж Марины Неватовой Еще год назад в центре обслуживания населения Жизказгана были огромные очереди Здесь принимали как простых граждан, так и автовладельцев С открытием цифрового офиса все изменилось Услуги разделили И теперь в новом просторном здании прежде всего удобно, говорят сотрудники и горожане Здесь мягкие диваны и простор Организация работы Цона продумана согласно японской философии Кайдзен В ее основе практика маленьких шагов к комфортной жизни Как только у нас образовалась новая область, открылся новый центр, добавилось больше окошек, где мы стараемся оказать быстро, качественно все услуги Согласно госреестру 1315 услуг работаем по принципу стандарта Кайдзен Главный принцип удовлетворить потребителя В нашем городе у нас самый популярный центр, к примеру, в зоне самообслуживания наши специалисты обучат, как самим получать все справки Операционный зал разделен на оранжевую зону социальных услуг, голубую зону комфорта, зеленую выдачу документов и желтую зону скорости Получение паспорта, справка о несудимости, оформление пенсий, регистрация недвижимости и многое другое Чем быстрее услуга, тем ближе окно расположено к выходу Сергей Котелянец зашел в ЦОН несколько минут назад, получил направление в зону скорости Мы переделывали техпаспорт на квартиру, обнаружили там неточность и переделывали Мы довольны, очередь долго не простояли здесь, два человека, поэтому все быстро С оператором минут 10, наверное, все вопросы решились Решать проблемы с такой скоростью приятно и комфортно, говорят посетители В зале есть комната для матери и ребенка и, что немаловажно для жаркого климата Жасказгана, кондиционер На улице жарко, а здесь комфортная температура для беременных, для детей, для нас, граждан Мне нужно было получить справку о наличии и отсутствии недвижимого имущества Я пришла в ЦОН, но у меня с собой случайно не оказалось электронной цифровой подписи, я получила ее через приложение Некоторые услуги можно, оказывается, получить через мобильное приложение, тоже через мобильное приложение ЦОН, которое не требует посещения Кроме того, в ближайшее время в ЦОНе установят лифт для людей с инвалидностью Марина Иневатова, Женайдар Рахимжанов, Асана Таймс, из области Ул-Тау Отказ Казахстана от ядерного оружия – решение смелое и новаторское Такое мнение выразил директор Центра военно-политического анализа Института Хадсона Ричард Вайс В преддверии Международного дня действий против ядерных испытаний ученый особо подчеркнул инициативы нашей страны В своей статье для престижного Washington Times он назвал Казахстан одним из лидеров в области нераспространения смертоносного арсенала После обретения независимости Казахстан ликвидировал четвертый по величине в мире ядерный арсенал, доставшийся ему в наследство от Советского Союза Присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия и вошел в Центрально-Азиатскую зону, свободную от ядерного оружия В сотрудничестве с МАГАТЭ Казахстан недавно стал первой страной, создавшей банк низкообогащенного урана для предотвращения распространения потенциала, способного создать ядерное оружие Отечественные эксперты, в свою очередь, отмечают, что такой шаг на многие годы вперед сделал в нашей стране позитивный имидж не просто мирной страны, но и страны миротворца Мы, в отличие от других стран, можем подкрепить свои собственные истории Мы отказались от этого ядерного оружия, и поэтому можем размахивать им как аргументом в нашей внешней политике, что добавляет нам очков на бежурной арене, что тоже очень важно 266 особенных детей Восточного Казахстана отдохнут вместе с родителями на побережье Бухтарминского водохранилища Это первый пилотный проект, инициаторами которого стали местные общественники Наш корреспондент Ирина Якунина с подробностями Гульнара Симоненко на побережье Бухтармы собирается вместе с сыном Русланом Для него важно не только питание, говорит женщина, но и условия проживания и процедуры, которые будет получать ребенок Да еще и домики индивидуально на одну семью, как говорится, мы же семья, да И будет солнце, море, ну это супер, приедем, наберемся сил к новому учебному году Лариса Кушнарева с дочерью в поездку готовилась несколько дней По словам мамы девочки, для детей это возможность общения со сверстниками А для родителей отдых и консультации со специалистами В первую минуту, как прочитала афишу, тут же пошла, сказала мужу, что мы едем Это вообще здорово, конечно Авторы проекта изучили все тонкости Каким должно быть пятиразовое питание, места проживания, игры и занятия детей Проект профинансировал Фонд развития социальных проектов Самрук Казана Траст Будет всего семь заездов, это будет до конца сентября, начало октября Заезд это пять дней полноценных, кто-то может сказать мало Но в нашем случае, то есть мы хотели бы охватить данной возможностью Как можно больше детей, получится, то есть у нас 266 детей и 266 законных представителей Мы им обеспечим этот отдых и, ну, надеемся, немножко скрасим их жизнь Как говорят организаторы, первый проект покажет, над чем нужно поработать И родители особенных детей станут в этом и экспертами, и союзниками На следующий год такой отдых планируют сделать с начала лета А пока ребята захватят бархатный сезон Ведь по прогнозу синоптиков уже завтра в регионе плюс 30 И весь сентябрь будет по-летнему теплым Ирина Якунина, Рина Джумагулов, Астана Таймс, Восточный Казахстан А прямо сейчас на телеканале Астана «Осман-2» Новый сезон полюбившегося сериала о непростом этапе в жизни правителя-завоевателя У меня на этом все, я прощаюсь с вами, до завтра Редактор субтитров А.Семкин